Как это сделано? Ежегодно в мире люди выпивают 24 миллиарда литров вина. Такое количество воды проходит через Ниагарский водопад за два часа. Чтобы приготовить такое количество вина, виноделы должны использовать обычные технологии в большем масштабе. Этот винный завод производит Yellow Tail, одно из самых дорогих вин в мире, и выпускает около 150 миллионов бутылок в год. Так как же это сделано? Как это сделано? Гриффит, Новый Южный Уэльс, Австралия. Возможно, не такой знаменитый, как Бордо, но этот город в сердце одного из лучших винных регионов. В нескольких километрах на восток располагается Касселла, один из самых больших винных заводов планеты. Этого вина хватит, чтобы дать по бутылке каждому американцу. Чтобы сделать такое количество вина, понадобится огромное количество винограда. Этим-то и занимается Люк Эдвардс. Январь. Начало сезона сбора урожая. Сначала Люк должен убедиться, что виноград созрел. Мы проверяем его цвет, интенсивность запаха, содержание сахара. Единственный способ проверить — попробовать. Как видите, цвет хороший. Косточки начинают темнить, они дадут нужное количество танина. Мы соберем этот сорт через 7-10 дней. Каберне-савиньон — самый популярный сорт винограда. Ежегодно Люка команда фермеров обрабатывают 170 квадратных километров виноградников. Чтобы собрать урожай, понадобилась бы армия. Вместо этого фермеры используют харвестеры, способные выполнять работу 200 человек. Пневматические насосы поднимают 10-тонную машину на высоту виноградной лозы. И вот уже техника готова к работе. Когда харвестер проезжает мимо лозы, 14 ребер, сделанных из стекловолокна, совершают по 4 вибрации в секунду. Этого достаточно, чтобы бережно собрать виноград и не повредить лозу. Ягоды отрываются, падают и собираются в корзину. Далее виноград высыпают на конвейер, и он попадает в бак, который везет за собой трактор. Когда бак заполняется, его забирают и 6 тонн винограда сбрасывают в грузовик. Крис Форвуд, как и другие фермеры, ждут момента, когда ягоды окончательно созреют, и их можно будет собрать. Это прекрасное время года, полное долгих, волнительных и утомительных часов, но оно того стоит. Работая вместе, Крис и водитель трактора за смену могут собрать 200 тонн свежего винограда. Когда грузовик полностью заполняют, он отправляется на винный завод Касселла. За время урожайного сезона 6 тысяч грузовиков проделывают путь в тысячи километров от плантации до завода. При этом тщательно проверяется, чтобы каждый из них был заполнен доверху. Это делается с помощью насоса. Вот этого насоса. Он берет образец сока и тестирует его на кислотность, содержание сахара и химические соединения, так называемые фенолы, которые определяют вкус и цвет вина. Теперь это гонка со временем. На палящем 30-ти градусном австралийском солнце виноград может быстро испортиться. Раньше люди снимали обувь и носки и топтали виноград. Теперь они используют огромный пресс, который способен выдавить 100 тонн виноградного сока за час. От шардоне до каберне. От семильон до шерас. В разгар сезона больше 150 грузовиков ежедневно выгружают 7 тонн винограда в эти машины. Управление этим техномонстром лежит на плечах управляющего Джона Касселла. Самое большое испытание — это логистика. 10% австралийского винограда выгружается в одном месте. Думаю, вы можете представить, какое здесь движение грузовиков и какой объем груза. 180 тонн — это в 3,5 раза больше, чем вес моста Харбор-Бридж. Вращающийся шнек за 25 минут перемещает целый грузовик винограда в дробилку, но он не убирает плодоножки. Это делают вращающиеся лопатки, которые отрезают их от ягод. Плодоножки падают вниз на конвейер и собираются в огромные кучи. Теперь пути красного и белого вина расходятся. У винограда полупрозрачная мякоть, поэтому сок красного, так же как и сок белого винограда, подходит для белого вина. Красное вино получает свой цвет и вкус благодаря фенолам, которые находятся в кожуре красного винограда. Дробленный вместе с кожицей красный виноград готов к первой стадии брожения. Теперь старший винодел Майкл Слейтер может сделать свой первый глоток. Мы оцениваем потенциал вина. На этой ранней стадии можно узнать, каким будет его вкус. У этого хороший пикантный вкус. Отлично для такой ранней стадии. С белым вином все иначе. В кожице содержатся танины и прочие вещества, влияющие на вкус и цвет белого вина. Эти нежелательные вещества извлекаются в 16 массивных прессах, которые за час обрабатывают 700 тонн ягод. Во время вращения надувные мешки внутри машин просеивают виноград. Они отделяют кожуру и оставляют пенистый сок, необходимый для производства белого вина. И Майкл приступает ко второй дегустации. Вы только посмотрите. Знаю, выглядит не очень аппетитно, но я хочу убедиться, что вкус хороший. Ммм, пенистый. Мне нужно проверить запах, попробовать и убедиться, что все сбалансировано, что кислотность в норме и присутствует сладость. Это задача винодела. Но эта пенистая жидкость далека от того, что вы подали бы на ужин к рыбе. Оставшиеся семена и частицы растительной массы убираются благодаря вращающимся вакуумным барабанным фильтрам. Во время вращения вакуум засасывает отжатый сок через сито. Все частицы попадают в фильтр, расположенный вокруг барабана. Во время вращения барабана все ненужное соскребается ножом и удаляется. Очищенный сок по трубам попадает в хранилище для ферментации. Брожение белого и красного вина происходит в массивных белых емкостях. Некоторые из них вмещают больше миллиона литров. Алистер Уилки следит за этим. Думаю, у нас приблизительно 120 баков вместимостью в миллион литров и еще 700 других емкостей, в которых тоже много вина. В каждый бак добавляются дрожжи. Дрожжи питаются сахаром и выделяют алкоголь. Вкус вина зависит от сорта винограда. В период брожения важно, чтобы температура белого вина составляла 13 градусов по Цельсию, а красного – 24. Но это не так просто сделать в Австралии в середине лета, говорит Грег Беннетт. Здесь очень жарко. Когда я проснулся в 6 часов утра, уже был 31 градус, поэтому нам нужно его охлаждать. Температура регулируется благодаря солевому раствору вокруг каждого бака. Он действует как гигантский винный холодильник для брожения сока. Последняя проблема заключается в том, что в красном вине осталась кожица. Она удаляется с помощью наклонного водостока. Немного кожицы может быть возвращено в вино, если винодел решит, что вину нужна своя изюминка. Остатки, так называемый жмых, используются как корм для животных, так и удобрения. Тем временем, фильтрованное красное вино возвращается для дальнейшей ферментации. А Майкл делает третью дегустацию. Это следующий этап. Как видите, после ферментации цвет улучшился. Теперь это глубокий красный цвет. Прекрасный аромат. Уже сформированный и с выраженным вкусом. Имеет все признаки хорошего шераза. А теперь настоящее искусство виноделия. Смешивание. В одной бутылке шераз сможет содержаться виноград, собранный в трех разных регионах Австралии, ферментированный на протяжении разного периода времени. Это зависит от решения таких людей, как Фрэнк Маламачи. Смешивая, он создает идеальное вино, которое вы можете найти на полках супермаркетов. Мы пробуем разные виды смешивания, чтобы убедиться, что мы создали именно то, что нужно покупателям. Когда процесс смешивания завершен, ингредиенты из баков перекачиваются на линию разлива. Но это не так легко, когда перекачиваешь вино из восьми сотен баков. Поэтому каждой трубе дают название. Нам нужно было дать трубам имена, иначе было бы непонятно, что откуда течет. Роберта – имя женщины, которая раньше здесь работала. Болливуд, потому что с нами работают несколько индусов. Оззи, Оззи Осборн. Но Оззи здесь не единственная звезда. Самая дорогая бутылка вина – 304 тысячи долларов. Один из крупнейших производителей вин требует соответствия технологии разлива. У этой линии есть свои секреты. Одна из самых быстрых в мире за час она способна наполнить 36 тысяч бутылок. На заводе работают еще три линии. Последний этап – доставить бутылки жаждущим покупателям в 50 разных стран. На поддоны укладывают 672 бутылки и загружают в грузовики, готовые к отправлению. Ежегодно отсюда отправляют 12,5 миллионов ящиков вина. Выпьем за это! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok